Просто LG любит брюмастера. Нет, это очевидно, но вот просто вот и... У тебя не было такое, что ты вот пикаешь? Бывало, бывало. Не просто любишь героя, да, бывало. Не просто любишь героя. Я так на фуджа катаю каждый день. Ну, вообще, уже вайпер, уже герои пейнгейминг, они, в общем, оба неплохие, против обоих брюмастер хорош. То есть, ну, если так думать, то, скажем, ультимейт опорейшена, брюмастер его и вейдет своим ультимейтом, он может там получить айсбласт и бегать просто, разложиться в пант и не получать, это плюс. Вайпер — герой, который не любит рашить БКБ и вообще бы, в идеале, его и вообще не покупал, если можно было бы. Но против брюмастера ему, ну, как бы придется его купить пораньше желательно, либо он будет все время в ветрах летать. Это если брюмастер будет его циклонить? Ну, должен. Ну, а кого еще? Вайпер — это идеальная цель для циклона. Это хороший короб, потому что если он не бьет, это замечательно. Это очевидно, потому что очень многие брюмастеры вообще делали весьма странные вещи на многих турнирах, и, соответственно, винрейт брюмастеров был маловат, хотя герои, на самом деле, очень хорошие, если все правильно делать. Ну, это правда. Ну и дальше брюмастер мешает многие вещи делать. Например, он обязывает брать довольно сильного кора на легкую какого-то, потому что, скажем, если это будет, ну, не знаю, предположим, void, да, то брюмастер вот линию Operation плюс void разденет один. То есть они вообще им ничего не смогут сделать. Он ее выиграет даже. То есть он перефармит void, скорее всего. И желательно еще против брюмастера какого-то героя, который будет мешать им, вроде как раскладываться. Ну, в общем, так вот. Он такой неприятный, и ты уже понимаешь, что брюмастер — это намек на какие-то файты в мидгейме и какой-то, возможно, даже полупуш. То есть не дай бог сейчас увидеть какую-нибудь шаду шамана. Я бы, скорее, стоял на какого-то ликантропа. Или ТБ. Ну, потому что это ОГ, и они так играли все квалы. Вот предыдущие, когда еще резольд даже с ним был, 40 там игр. Ну, все вот это вот. То есть там баншу сразу ты не хочешь увидеть, потому что как драться, ты вот думаешь, а как драться вообще? Все это на тебя бежит, что-то там, какие-то ульты, все такое какое-то мерзкое. И ты вынужден кучу все банить. В общем, неплохой пик, так или иначе, если у тебя есть игрок, который умеет играть. И СФО как раз один из тех, кто реально хорошо играет. Потому что вот буквально, мне кажется, позавчера или когда-то был на ДПЛ еще, с утреца, и были бремастеры, которые дают клэп, и не могут даже дать ультимейт, потому что уже все на этом. Да, это минус мораль сразу начинается у меня, когда я такое вижу. Из игры в игру, то есть не обязательно. Я даже больше скажу, можно разложиться до драки, спокойно забежать, в инвизи поднять героя. Это тоже в целом работает. Но почему-то у всех просто триггер. Нажимаем блин, нажимаем клэп, замедляем и раскладываемся. И на моменте, когда что-то не идет с тем, чтобы дать клэп или разложиться, у них просто брейнлаг случается, и дальше игра не идет совсем. Нага-сирена. Ясно пока вообще, к чему. Да, для сильных линий. Сеточка, колд-фит, и поехали. Есть и другие герои, которые тоже могут быть сильными. Есть, ну типа для замес, для разграничения, потому что бремастер не любит собирать БКБ вроде как-то. То есть ему бы Владмир купить какой-нибудь после даггера, Керанса там. Просто пока единственная польза... В этой игре я не боюсь, чтобы какой-нибудь... Да, просто пока в этой игре единственная польза, это бремастер нажимает на ультимейт, она нажимает на сон, и, соответственно, каким-то образом она контрит ультимейт бремастера частично. Но комбинации под нагу-сирены, под нагу-сирены хорошей комбинации нет, и еще неизвестно, какие коры будут OG. Как правило, если рейнджевики, то сеточка так себе смотрится. Если милишники, то окей, нага хороша. Ну вообще, вот если, например, у них забрали дизраптора на всякий случай... Они могли дизраптора взять третьим пиком? Могли, но тогда это была бы Кэрри Нага или Флейн Нага. В любом случае так как-то особо сейчас не играют, но, судя по всему, это в любом случае, возможно, какой-то будет... Хотя нет, все-таки, наверное, четверка-четверка, да, бестмастер. В Офлейн четверка Нага, еще какой-то Кэрри. Вот уже ИТБ подъехал, казалось бы, с которым... Мне что-то пик Пэйн... Вот я смотрю на пик OG, он такой какой-то стандартный для них. Обычный. Да крепкий. Прочный. Это их стандарт, то, чем они катают последние три месяца, например. А у Пэйн какой-то набор. Особенно этот вайпер на второй пик совершенно непонятный мне. Герои Пэйн пока не убивают ТБ вообще никак. Вот он есть, и его не пробить. Я тебе более-то скажу герои Пэйн, пока вообще ничего не делают в игре. Они вот все герои, они просто существуют в ней, живут своей жизнью. Но кто, зачем и что тут нужно? Например, вот зачем мне взяли Бестмастера? Тоже непонятно. Он никого не контрит, он просто... Аура его особо никому не нужна. Типа, типа, беремастера. Хочешь за тиммейт забирать. Придумать-то можно, но да, были герои определенно получше. Ну, не против Таска. Смотрите на баны команды УГ. Ластфазу. Просто Фурион и Энигма. У меня создается впечатление, что УГ уже выиграли пик, только потому что я не понимаю, зачем брать Бестмастера на четвертый пик, если есть Таск. Например, даешь Руор, подходит Таск, сэйвит. Таск нет. А, отметить то, что он уже есть пик. Да, Таск уже сэйвит как бы. В итоге Бестмастер... Ну, и смотри, Таск сэйвит от этой штуки, и аура особо никому не нужна. Ну, так против ТБ теперь, наоборот, плохо работает. А, против ТБ она супер плохо работает, все верно. То есть ТБ еще будет воровать ее рефлекшном. Это все, не слава богу, у этих ребят. Вот что я могу заявить. Ну, посмотрим. Ласт пик, может быть, все выправит. Чем спасти можно, давайте, придумаем. Кроме УД еще. Медуза какая-нибудь. Тинкер. Нормально, нет? Нет. Вот нужно что-то супермагическое прям, что убивает все. Ну, верю только в ВД здесь. Нет, стандартный герокоптер с рапирой там что-то может. Не верю в стандартного герокоптера с рапирой. Я верю, что доживет рапирой, вот в этом проблема. Можно, опять же, обратиться к статистике, Дмитрий. Можешь ли открыть профиль? А кто вас интересует? Профиль по эндгейминг, чтобы посмотреть, что они в основном берут на... Чем они выигрывали на квалификациях, вы хотите увидеть? Да, то есть они же где-то играли, и вот у них наработаны были какие-то определенные герои. И вот, допустим, там можно было увидеть, как они рейдят фурионы, и поэтому вчера он заехал, пиранистами здорово смотрелись, и многие команды банят этого самого фуриона. Я могу сказать, опираясь на бывшие матчи по эндгейминг, что эти ребята очень любили играть с Death Profit, когда был Виха, но Вихи нет. И, соответственно, как бы вот-вот. Вот-вот. Да, вот была бы Death Profit, можно было бы просто пойти в такой мини-пуш, где бисмастер собирает некра, где... Ты можешь ее взять. Да, то есть, ну, были бы хоть какие-то шансы, чтобы можно было бы быстро закончить игру, потому что, откровенно говоря, ну, в лейте им ловить нечего. Вообще нечего ловить. Может быть, это герой, который будет в лейте что-то ловить? Ну, такого героя можно взять, да. Например, по щам. Да, только проблема в том, что кроме у Дэй здесь никто не ловит лейте. Ни один. Вот же сами взяли себе такое усиление начала еще игры и какой-то собственный пуш в виде пуганы, и у Payne все больше проблем на самом деле. Ну, потому что, например, попытки раны куда-то там пойти закончить с Баншой против пуганы уже могут плохо закончиться. Уже даже не закончится игру. Ну, то есть, зайти тебе очень сложно на рампу из-за палки и бласта, который там вычищает всех крипов очень быстро. И есть еще более опасная ситуация. Ты идешь куда-то пушить, но пуганы с ТВ тоже идут что-то пушить. Притом они могут вообще две разные линии пушить. И, возможно, сломают их быстрее, чем ты одну. Ну, поэтому тут надо думать о выходе в лейт. Но какой это герой? Ну, я все равно ничего, кроме ОД, не вижу. Да, то есть, тут будет еще одна... Против Пугневича. То есть, опять же, герой не хочет вот эту БКБ рано собирать. Кроме него никто не может. Медуза все же доезжает. Будет играть стандарт. Ну, вот и сегодня говорят. Не знаю, что взять, прыгал пик. Да, не знаю, что взять, бери Медузу. Ну, да, был период в доте, когда не знаешь, что взять, прыгал пик, бери Алхимика в мид. Вот, возможно, он купит экторины, там, все дела. Потом был период берем тинкера в мид, потому что он дотерпит до 40-го. А теперь Медуза. Но что-то как-то не верится. Мне кажется, ну, не знаю, как там Пейн играют, потому что я, честно, не эксперт по Пейн. Но ОДЖИП как-то намного ярче. По спортивни, да, это то, с чем они привыкли уже играть. То есть, у них синергия есть между чайных коллективов. Я ЗОДЖИ. Давай, поехали. Я ЗОДЖИ. Принимаю. Хорошо. А, ну ты их фанат. Еще бы ты был не ЗОДЖИ. Ну что ж, мы все ЗОДЖИ. Но игра все рассудит. И нам нужно ее посмотреть, а комментировать будут все так же Мейлшторм и Люмсит. Вчера перформанс ОДЖИ был просто ужасен. Команда Пейн смотрелась чуть получше. Но наши аналитики единогласны фактически за ОДЖИ сейчас. Но это именно по пику прогноз. По игре мы посмотрим, потому что по игре были самые большие проблемы. Как я говорил вчера, ОДЖИ забыли где-то при перелете, при переезде свое макро положить. Или, может, его потеряли. И им нужно было найти его. Если они его нашли, то у них все может получиться. Потому что вчера они просто в какой-то момент встали в пятером на базе и не делали ничего. Таких ОДЖИ я не видел достаточно давно. Но опять ситуация, когда одна из команд может уйти в гиперлейт и ей будет там комфортно. Я говорю, конечно же, про Пейн. Потому что, представляя Медузу здесь, Брюмастер уже не так актуален в лейтгейме. Хотя, опять же, может кого-то там подьюлить, напакостить. Но Operation, Beast, все это смотрится очень-очень ярко. Но посмотрим, как будут действовать ОДЖИ. И у них очень опасная комбинация. У них есть Пугна, которая может взрывать. Да, тут сейчас Пейн. Должны понять, где Траплейт прошли. Нет, прошли, да. Они просто прошли, посмотрели. Удивительно, что вардов никаких не поставили. Возможно, сейчас этим займется Таво. Ну все, уже смока нету, опасный текст. Нет, Таво этим не займется. Кто-то этим займется. ОДЖИ поставили. А, они поставили вард на мид Пейны. ОДЖИ поставили вард сюда. По вардам вот так вот у нас. Да, довольно-таки дефолтные варды, в принципе. Не сказать, что есть что-то новое. Не сказать, что что-то прям супер-выдающееся. То, что никто не найдет никаким сентриком. Так что смотрим за тем, что происходит по рунам. Да вообще у нас в Доте ничего нового. Все та же карта. Все так же справа сверху Ancient Dire. Слева снизу Ancient Radiant. И постоянно одно и то же. Но какие-то тонкости, какие-то изменения определенно есть. Брюмастер будет играть на центральной линии. Это довольно интересно. Возможно, за счет пива попробует как-то перекаясить Медузу. Но Медуза приходит сюда не одна. Она приходит с другом. Холодным, ледяным. Да, вот пошло пиво. На нижней линии. Нага Сирена и Вайпер. Нага Сирена на суппорте. Интересно будет посмотреть за ее айтем билдом. Ну и Вайпер, который чувствовать себя на легкой линии должен комфортно. Ну и против Кукны, мне кажется, вполне себе ничего. Ну и Тава. Тава здесь нужно играть максимально аккуратно. Потому что линия для него играбельная. Но ошибок такая линия не прощает. Метаморфозис. Глимс. И вот ты уже погиб. Да, ну и что ж. ИЧФМ пока что стоит все-таки добил двух крипов. СВ от него не отстает. И не отстает. И закидывает, понятное дело, да. Второй уровень у него имеется. Так что теперь чуть получится. Я чувствую. Но сейчас второй уровень со второй пачки появится еще и у Медузы. Приседает бестмастер наверху. Но это не так важно. Потому что внизу трипла. И ставятся сейчас неплохие шарды по Вайперу. Вайпера пробивает. Вайпера пытаются просто расхарасить. Не факт, что его получится здесь убить. Хотя есть декрепифай. Пошел еще один бласт. Но стики работают. Очень хорошо работают стики против подобной триплы. Потому что постоянно закидываются шарды. Постоянно какой-то сноубол. Я хочу спросить у тебя самый важный вопрос этой игры. О какой трипле идет речь? Ну, тут был только что 7-Math. Плюс Тускар. Плюс Дизраптор, если я не ошибаюсь. Дизраптор, потом пришел вверх. Или мне показалось. Ну, может быть. У меня просто уже брейнлаг. Я готов поставить именно на эту версию. Ну, в общем, очень опасная линия все равно. Таск и Пугна действительно крайне неприятный лейн. Но Вайпер должен терпеть. Должен закупаться всякими рейндропами. Под хилом. Качать свою пассивку. И жить. Ну, и Тава, конечно, должен тоже максимально много зарабатывать на своей линии. Стараться. Потому что для него взять там первый лвла. После этого можно и лес пойти подфармить. Но вот Флай, конечно, его гоняет здесь. Много урона наносит Дизраптор за счет своего Тандерстрайка. Или, опять же, цитируя некоторых комментаторов, Зондерстрайка. Будет спросить, кто это. Это Никита Котков, который в минуре отсутствует. Кингерди. Закрыли, да, в общем. Очень неплохо. Похоже на ФБ. Будет декрепифай. Есть бласт. О, Медуза. Красиво. Да, это похоже было на ФБ, но это не ФБ. Я вообще, вот к слову, если не говорить про пик, я вообще ставлю на пейнт. Потому что они, на мой взгляд, гораздо лучше играют, чем Муджи. Во всяком случае, потому что я видел. Ну, пока что Медуза справляется с Брюмастером. 9 крипов у него, 13-7 у Медузы. У Вайпера все достаточно неплохо. И, смотри, какие каленые. Нормально он пассивкой раздает. И у Джеракса сейчас проблема. Это может быть ФБ. Это ФБ в исполнении Кингерди. Он не отдал ФБ. Он вернулся от бласта. И вот, пожалуйста, теперь он сам забирает. У Пугны нет маны, кстати говоря. У Вайпера, правда, нет ХП. Но сейчас должна какая-то подкрепа идти. Вот, кстати, та самая трипла. Образовалась только в исполнении пейн. А по рейшн сюда пришел. И, возможно, подхилит Вайпера. Или что? Это будет внезапное нападение на Меда, который не ожидает такого поворота. Ну, нет. Здесь уже тяжело будет. Сейчас, может быть, Сноубол. Сноубол не зацелит. Очень много демеджа под Челлинг Тачем. Не выдерживает этого СМНВ. Хотя пытается выйти каким-то образом уйти от Кид-Децебластом. С фласку ему не сбивают. Больно Вайперу. Очень больно Вайперу. Но Джеракс его в соло не добьет никаким образом. Еще Банин Бласт. Совсем немного остается. Тап, по-моему, 10 ХП у Вайпера или что-то вроде того. Но Мед сейчас рискует сам умереть. Это минус Пугна. 3-0 в пользу команды Пейн Гейминг на этой линии. Команда Пейн нас обижает. Сильно в доту она играет. Смирно, вольно, Пугне, больно. Пока что все так. Ну, подождем с шестого уровня. Когда Пугна начнет высасывать жизненные силы. Пока что все очень круто с точки зрения микро сделали. И подловили вот эту Пугну, который вышел. И в итоге отдал сначала Таска, и потом еще Пугна. И Вайпер выжил. Сейчас там прилетел подхилл, который уже должен был отправляться заранее. Так как Вайпер изначально был на лоу ХП. И в итоге мы видим хорошее преимущество для команды Пейн. Медуза продолжает разгоняться. Это Медуза с таким легким бафом. Вот все-таки важно Медузе, чтобы был хоть какой-то баф. Все-таки Бистмастер это тот самый баф. Вот спрашивали наши аналитики, зачем его забрали. С появлением Медузы этот ответ, он... Ну... Этот вопрос он хотя бы немного решен. Потому что аура скорости атаки на Медузу будет работать великолепно. Плюс баф оперейшн за счет чилинг-тача. Какой-то урон в начале игры дополнительный. Тоже очень-очень приятно. Ну а дальше уже, если Медуза нафармит артефакты, то бафы ей могут и не понадобиться. Да, пробивает пуг, но очередной раз, соответственно, здесь у 7-меда все не настолько хорошо. У него 17 крипов, добитых всего сейчас имеется. У Вайпера 26. У той же самой Медузы 28. В общем, пока команда Payne смотрится очень уверенно по крипстатам. Но вот на металл-линии, конечно, у Тараблейда чуть побольше будет. Дастера закрыли. Но проблемы могут быть... Да. Должны убить аппарата. Хотя приходит Кингерди. До конца гейминг. До конца гейминг разминают хотя бы таск. Заставляют его вот так вот вызвать Сигиль. Подтягивается Брюмастер. Вообще Кингерди ошибается. Замедлен. Но Вайпер сейчас будет встречать с хайграунда. Да, и Сво подтягивается сюда. Вайпер. Есть хостап. А теперь Кингерди 100% умирает. Я практически в этом уверен. Хотя телепорт. И это был единственный выход, при котором он может спастись. Он спасться в этой ситуации. Станов не было достаточно у коллектива OG. Какой же он жесткий. Уже не первый раз. Возвращаю ТАВ. А вы должны здесь забирать вот та самая комбинация. Метаморфозис и Глимпс. Я думал, что она будет гораздо раньше применена. Но вот на 6.20 смогли реализовать ее OG. На верхней линии также зарабатывают фраг. Ну, Кингерди пока что на тончайшего исполняет. Но в целом это его команде в данном отрезке не сильно помогло. Потому что размен был все равно в минус. Нападение на Ноутейл. Это может быть очень опасно. У него есть шестой. Будет ли Сандер? Сандер-то у него и нет. И его забирают. Ошибочка от Кэри команды OG. И я уже вижу, как все те, кто недовольны игрой команды OG, все их болельщики начинают критиковать этого Кэри. Потому что на него, конечно, в последнее время свалилось очень много критики. Ну и как мы видим, не зря. Да, пока все-таки есть некоторые проблемы. Но его оставили здесь снова. Опять Кингерди. Опять он выходит и опять за счет него делают фраг. Пока что это главная ударная сила бразильской команды. Это Нага Сирена на четвертой позиции. Интересно, что он будет собирать здесь с таким неплохим стартом. Все-таки Нага Сирена опережает Бистмастера. Почти догоняет Брюмастера. Ну и для четверки, прямо скажем, вот я молю Кингерди, чтобы он не выходил в какой-то билд через Рэдианс и Актарин. Это, на мой взгляд, это совершенно ненужная для четверки вещь. Тем более в новом, в новой мете, в новом патче. Что-то можно пополезнее придумать. Хотя бы тот же Аганик. Должен избирать Вайпера здесь. Давайте смотреть. Брюмастер, ультует. Ну много сил потратить на него, определенно. Но он не должен уходить. Или 16 тиков. Да, это ошибка. Вот это уже 100% ошибка. Вот по поводу Ноутейла, конечно, стоит сказать, что его все-таки оставили практически одного на линии, он поэтому просто не может фармить. Его команда не играет на него. Тава, есть ли ульта? Нет, есть ульта, вернее, но нет маны. Ноутейла, приморозили. Семнадцатого хочется забрать. Вчетвером. Минус Тава. Нужно глимсовать Кингерди. И отлично сыграно в итоге ульта в никуда. Ну, можно сказать, в никуда. Ну, демастер. И бегут в разные стороны. Очень хорошая игра от Пенгейминг. Они пытаются развести OG, но OG тоже не теряются. Они отправляют одного героя за Бистом. Одного героя... Бистау убили. Кингерди. Кингерди уходит. Кингерди доползает до Шрайна. Боже мой! Еще и Бист убил, они Бистау убили. Ну да, это жесть. Это Бист, Бист развалил Джеракса, пока отпустили... Боже мой! Что творится с OG? Я думаю, что они калькулейтед и рассчитали, что один герой идет за Бистом, три героя бегут за Нагой Сиреной. Но по итогам они просто отдали Таска и отпустили и того, и другого. Но Бигдетти хотя бы спушивает вышку. Но это уже хорошо. Но Тейл все-таки пытается себе на этой карте золото найти. У него все еще топ Нетворс на этой карте. И желательно не фидить с таким Нетворсом. Внизу в это время всасываются уже Вайпера. Вайпер! 50 хп осталось, одна тычка. Джеракс все же делает это убийство. Счет становится 5-4. Но это десятый минут игры. Да, пока фраги не так много решают, конечно. Но вот сама игра выглядит достаточно забавно. Террорблейд продолжает подпушивать линию. На его месте нужно быть очень аккуратным, потому что опять эта комбинация через Нагу Сирену. Бистмастера тем временем убивает Мэтт вместе с Таском. Мэтт начинает тащить эту катку. Все-таки Пугна на данной стадии игры должен убивать, должен наносить много урона, пушить вышки. Это сейчас очень важно. Тем не менее, несмотря на такой агрессивный пик OG и за счет того, что они ломают ТВРА, у них нет преимущества. Преимущества... Ну, нет ни у кого. Вот мы видим, что только что график колебался. Да, в нуле. В нуле графики было даже у бразильцев небольшой перевес. Медуза топ-1 по фарму. Вот что опасно. Потому что если Медуза сейчас топ-1 по фарму, то когда она возьмет Момчик, и она пойдет фармить леса, какие-то стаки, все, у нее станет гораздо лучше. Ну, HFM уже очень скоро действительно сможет свой фарм увеличивать. Армс опять в опасности. Но это сейчас может быть очень опасная ситуация, потому что сюда же подходит Operation. Пытаются пробить Вайпера. Он не может уйти из-под радиуса Лавдрейна. Получает много урона, и Вайпера заберут. Не хватило ему буквально немножко. Также глимсует Operation. Но он тоже ошибся. У него всего-навсего четвертый левел, поэтому помочь ему было нечем. Останавливается, и его забирают. Бестмастер был также здесь, как и Нага Сирена, но минус 2 в исполнении у Джи. Неплохо. Мэтт просто высосал. Вайпера отличная игра. Отлично скомбинировали все-таки со своим сайдпортом, и пытается хоть каким-то образом СФО сейчас подпушивать нижнюю линию. Есть, правда, еще и Праймл Рор по пугне, и такими темпами Мэтт может умереть. Но есть в ответ. Бласт, как же много демоль, залетает игрокам команды Пейнгейминг, но Кингер Ди снова выживает. Его вытолзнули с помощью шардов. Если бы шарды, может быть, не сработали так, то каким-то образом его убили. Но снова провальный файт для команды ОГ. Они, казалось бы, сделали все хорошо вначале, но потом почему-то пошли дальше и напоролись на Миду. Я бы сказал, самый провальный, потому что, да, неплохо то, что они убили Вайпера. Но Вайпер такой герой, который, в принципе, здесь взят, вот как в Вероман Сирликви, это такая разменная монета. Герой, который создан для того, чтобы танковать, поглощать с пылы. Но вот то, что Медуза забирает даблкил, и она по-прежнему лидирует по Нетворцу, и она уже настолько опасна, это очень нехорошо. Потому что, ну, Медуза герой, который ломает совершенно все. Ну что, в 3-1 тавр. HFN. Заберут. Проламывает абсолютно спокойно. Очень быстро. Подходит сюда, конечно, пугно, но вот сейчас пойдет борьба именно за то, чтобы не дать заласхитить Бласт по крипам. Пытается, чтобы тратить сплитить, между прочим. Чтобы по ХП у вышки, да, на Денайбл, поэтому Медуза остается. Биг Дэди забирает Кингерди, неплохо. Минус вышка, накатывается на Вайпера. Сандер великолепный от Биг Дэди. Под Айс Бластом использует его. Это один из немногих способов восстановить ХП под Айс Бластом. И также забирает вышку. В итоге минус 2, и размен по товарам 1 в 1. Медузу глимсует обратно. Того здесь не заберут, контроль не хватает. Немножечко все-таки Терроблейда, нет никого рядом. Нет какого-нибудь Джеркс, который мог бы закатиться. Просто радиуса не хватало. Но в итоге минус 2, и со всего этого Ноутейл получает золото, что очень неплохо, потому что именно Терроблейда здесь нужно разгонять. Я не вижу других выходов. Разгонять какую-нибудь пугну... Нет, ТБ, конечно. Конечно, ТБ здесь основная ставка. И, ну, в игре, скорее всего, наступит та стадия... Если игра затянется, в игре наступит та стадия, когда Медуза будет слишком сильна, и ТБ с ней будет справиться тяжеловато. Все-таки даже если ТБ берет себе талант, насколько я помню, ему не хватает радиуса атаки для того, чтобы бить, не подвергаясь действию Стоунгейза. Там буквально не хватает какой-то несчастной двадцатки или сорокеты, или около того. Медузу закрывают. Четыре героя, кстати. И отлично закрывают. И у Медузы нет Стоунгейза. Да, это минус. Ну, работает. Live Drain, HFN. Что ж, у Мирана Кингерди зачем телепорт? Использует ультимейт, конечно. Пытается каким-то образом засейвиться. Но его здесь за сноуболили. Телепорт он отсюда. Понятное дело, сделать не может, потому что он только что сюда телепортировался. Шарды. И тоже застревает где-то в пикселе. Можно было пытаться прогрызть себе дорожку. Нет, забирают его, забирают Медузу. Отлично играет Джерекса. Здорово вышел, здорово нашел. Вот это тот самый нужный фраг на Медузе, чтобы немножко остановить ее, чтобы ТБ начал отрываться. Но параллельно с этим бразильцы не теряются. Они сразу же выходят на верхнюю линию и забирают здесь вышку. Да, Террадин Тавр 100% должен катать. А, так, но Тейла тоже убили. Да, вот он выходит с фонтана. Я потерял немного этот момент, но да ладно. Все равно он опережает Медузу, хотя опять же незначительно. Если бы он остался в живых, было бы все гораздо лучше. Я так понимаю, с помощью... Да нет, не с помощью рора, а как вы убили-то вообще? Что потратили? Может, он сделал телепорт на базу или что произошло? Нет, нет, он был в таверне, я видел отчет. Интересно. Ну, это будет загадка. Да, это будет загадка теперь для нас. Но много умирает Стеррадлэйд. Также Медуза это только первая смерть, насколько я понимаю. Размен по вышкам произошел. Игра потихонечку заходит в лейт. Медуза делает Линкенсферу. Линкенсфера это отличная защита от Глимса, от Сандера. Рак, пошел. Ультимейт, это проична. Пробивает. Ускар, от Ускар. Минус. Ноутейл. Также рядом, но ноутейл идет дальше. Ноутейл может с Медомарфозой попытаться каким-то образом подраться. Дастера пробивает. Но этого недостаточно. Слишком мало ресурсов. Но Бласт залетает на пол лица аппарату и должен быть килл для команды OG. Пока что размен на Дев-2. Да, вот так же здесь СФО пытается зацепить. Есть у СФО также еще и ультимейт. Можно будет ее прожать. Чуть попозже Бласт работает. Лайфдрейн тоже бухно. Просто выигрывает Орлигейм для команды OG. Да, очень круто сейчас сыграл СФО. Пошел до конца. И еще одного можно ловить. Да, находит сейчас Вайпера. Правда, Глимс немного неудачный. Но, тем не менее, Вайпер... Нет, может уйти. Может уйти. Да, уходит в последний момент. Нечем уже было сбить. Глимс уже был потрачен. Немножко поспешил здесь, на мой взгляд, Дисраптор. И Вайпер уходит. Забери сейчас Вайпера. Это был бы настоящий провал. Да еще бы одна тычка от Тараблейда до Глимса. И Вайпер бы склеился. В общем, не совсем то, чего хотели увидеть здесь. Бегут дальше. Бегут дальше за Медузой. Метаморфозис скоро закончится. Медуза все это время, кстати говоря, она просто бегала и фармила. По ее следам шли OG. Но найти ее не удалось. Так, Флайя находится сейчас. Дастер. Ну, Дастер уже, скорее всего, погиб. Да, его возвращают. Его будут убивать. Айт Бластом откинулся по Флайю, но тоже не попадает. Попадает ПС-фот, но это никаким образом ничего не изменит. Завтра забрали Тасика. Да, получилось неплохо. Кингер Ди из Инснейр законтролил. Там еще замедление от Вайпера. Слишком много замедления для того, чтобы Таск отсюда хоть каким-то образом уходил. Медуза игнорирует все, что происходит и абсолютно верно делает. Не нужно ввязываться в эти битвы. Команда справляется и без нее. Она приходит только, когда чувствует, что на Рошана зайдут. Серьезно. И Медуза подтягивается. Семнадцатой, но мол-то. А могут забрать. Есть медалька. Да, могут забрать. Есть медалька. И вот сейчас основной дэмэдж дилер подтягивается. Дуза нужно нажимать МОМ. Прямо сейчас. Поймут ли Ужи? Ну, пока что стягивается только Таск. Прилетает Яша для Медуза. Урон очень много. Не успеет. Не успеет. Есть, конечно, шарды. Но закатываться, наверное, даже нет никакого смысла, потому что есть сон у Кингер Ди. И это минус Рошан. Хотя, сочетку, на дикфилд вырывается из Фойс. Ва пытается ли что-то сделать. Силу Света забирает Рошана. Также для Аегис, для Таву. Слип. Слип и сейчас будет Стоунгейс раскастован, как только Медуза приземлится. Медуза приземляется, нажимает Стоунгейс и начинает раздавать урон. Первый Дизраптор. Нет. Успевает поднять ее СФО в воздух. Это очень важно. Сейчас Армс погибает первым. Это минус один. Вард стоит неплохой, но стирая также Дизраптора. Пытается сделать телепорт. Брюмастер. Нет. Его забирают. Тирраблейд ломает. Сир-3 вышку. Начинает делать все ДТП. Но Тейл решил разменять своих тиммейтов на Тавар. И я бы сказал, что на данной стадии играет неплохо. Кингарди продолжает драться с Джераксом. Джераксу нужно выиграть еще немного времени. Отличные шорды от Джеракса. Это очень хороший размен, я бы больше сказал. Ой, урна. Тирритавр на 80 минут. Урна. Горит. Горит. Джеракс горит. Подхиливается, закатывается. Байтит на себя Нагу Сирену. Но Нагу Сирену здесь будет непросто догнать. Но Тейл идет за ней. У Натейла, скорее всего, кулдаун Метаморфозиса. Скидывает себя замедлением Кингарди. Не так много. Но Тейл. Сеточка. Сигель летит. Сигель долетит ли. Еще буквально пару ударов. Еще. 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 Боже мой, какая же прочная иллюзия. Мансит начинает Нагу Сирену, но нет. Это была ошибка. Мансит здесь тоже не помогло. Хотя в любом случае Но Тейл бы, я думаю, догонял. Очередной фраг. И несмотря на то, что у нас 18 минуты, сделано огромное количество фрагов. Преимущество у Джи всего-навсего тысяча. Террблейд и Медуза идут вровень. Рано или поздно это должно измениться, и кто-то из героев вырвется. Но я не могу предположить, кто это будет, потому что игра у нас очень интересная. Вижу, что Нага собирает себе Метеор Хаммер. И, возможно, до БКБшек этот артефакт здесь сможет изменить многое. Да, что ж. 12-17. 19 минуты игры возвращает в это время Недузу. Попытка выйти на HFN. Ставится за 4-м Киндоски Флут. Весьма неплохой. Дастер должен откидывать с ультимета прямо сейчас. По 7-мету. 7-мет. Начинает высасывать. В итоге получается добить все-таки HFN. Сноуболл. Пошел. Сноуболл по Таво. Ворвутся неплохо. В это время Кингерди умирает от ментаморфозы. Ноутейла накричал неплохо бестмастер. Но в итоге S4, да, может быть, убьют. Но Вайпер такими темпами тоже рискует отлететь. Очень много даммежа от Ноутейла. В итоге минус 5 будут делать игроки команды О'Джета. Тим Вайп. В их исполнении будут ломать также еще и Тир 2 Тавор. Сбирают даже Кабана. Ничего не щадят. Ну, отличная драка в исполнении О'Джи. Смогли стереть Медузу. Я, насколько понимаю, Дуза была без включенного мана Шилда. И, ну, возможно. Да, учитывая, что ее забрали и у нее есть мана на ультимейт, значит, мана Шилд не был активен. Это грубейшая ошибка. Почему не был активен мана Шилд на 19-й минуте игры? Его вообще, по-моему, нельзя отключать на такой минуте уже. Это грубейшая и глупейшая ошибка, я тебе больше скажу. Пока что иллюзиями Траблэйт начинает пробивать Шрайн. И сделает это очень легко. Да, Шрайн должен падать. Ничто его не спасет. Хотя иллюзии могут закончиться. Но Шрайн очень много даммежа получает за счет того, что сломали до этого Тир 3 Тавор. Будут иметь преимущество при драке на Рошане, потому что у них Шрайн имеется рядышком. Они могут спокойно туда прилететь после байбека каким-нибудь Дизраптором, у которого байбек стоит 300 голды. Ну ладно, может побольше у него 4000 форса. БКБ на Тирраблэйде довольно важный, потому что сейчас появляется Метеор Хаммер. Ну давайте смотреть, как реализуют свои скиллы Пейн. Тава бежит первым. У него есть Праймл Рор. Есть хороший вард во вражеском лесу. Сигиль подсвечивает. Не могут никого найти. Прячется под вышку Таск. Идут в спину за Брюмастером, но Брюмастера тоже нет. ДД забирает Медуза. Ну плюс-минус понимают сейчас OG, где находят Спейн, и не подставятся под эту атаку. 8000 преимущества за ними. Да, уже точно понимают. И действительно все-таки против. Медуза с дабл дэмэджем драться никто не захочет. Это слишком больно. Травблейд делает телепорт на базу. Немножечко отрегенился. И видимо все-таки будут дефать свой тир-2 тавр. HFN скоро ли закончится дабл дэмэдж? Значит, он должен уже заканчиваться потихонечку. Да, тир-2. Может, не пойдет час. Попробует навязать драку под завершение дабл дэмэджем. Но Тейл идет вперед. Так. Рефлекшн. Медуза. Так, что-то что-то сделать. Возвращают. Неплохо. Армс такими-то может умереть. Но есть сонт хороший от Кингарди. Медеор Хаммер на Тускара. Тускар может умереть. А, это С4. Это Брюмастер. Кингарди. Низко что-то сделать. Нотейл. Праймал Рор пошел напугнут для того, чтобы просто прекратить лайв-трейн. Под момчиком находится Дуза, поэтому не может кастовать Стонгейс. Метаморфозис. Забирают Дузу, забирают Бестмастера. Остается еле живой Оперейшн, за которым гонится Нотейл. Снимаем ему огромное количество хп. Одна тычка. Но Оперейшн знает тропинки. Попытается его флай, возможно, добить. Да, добивает его иллюзия Нотейла, которая только-только переключилась на милишную форму, но еще успел сделать один выстрел. Минус 3, 9 тысяч преимущества за команды ОДЖИ. ОДЖИ. И что-то происходит у нас. Минус Дота. Да, видимо, лагает у всех. Пауза ставится. Да, это лаги на сервере, безусловно. Ну, ОДЖИ молодцы, конечно, собрались очень здорово. Нага Сирена не докастовала свою Метеор Хаммер. Слишком долго ползла до Таска и сбили ей. Просто-напросто сбили. Варл с панчем. Да. Ну, здесь уже очень тяжело будет сделать камбэк. Есть у Тиммейт у СФО. Есть также еще и Бласты у Мэда. Мэд закидывает и, в принципе, пробивает барак весьма-весьма неплохо. Нейротоксин раскинул Вайпер. Хоть каким-то образом пытается мешать команде ОДЖИ. Хоть каким-то образом их пробивать. Но бараки должны падать. Но УТЛ очень много дэмэши наносят. И пока нету Медузы, ты не можешь драться против Торраблейда никоим образом. Да, и не дерутся. Причем, знаешь, насколько хорошо Торраблейд все-таки работает против Медузы? Ну, у него есть Сандер. Он свапается по ХП. И дальше добить Медузу все же там дальше... Если мана у нее остается... ХП у нее не остается, если там прям слишком хорошо свап сделан. Так что у HFN здесь могут быть проблемы. И шлот мне подсказывает, что такое могло произойти именно в тот момент, когда мы решили, что он не прожал свой щит. Но не верится мне в это, честно говоря. Нет, там он был без щита. Я еще смотрел на то, как он погибает. И у него нет вот этой... Но он еще с какой-то там шмоткой. Поэтому он очень хорошо заметил. Скорее всего. Скорее всего именно так. Ну, что ж, ладно. Ждем. Ждем продолжения. И вопрос, понимаешь, его там фактически один статик шторм съел. А такого не должно происходить с Дузой, которая вот так вот... Пытаться найти Джерекса. Получает из глаз. Но сбить телепорт нечем. Он делает телепорт отсюда и все. Телепорт не сбивает. Хорошее преимущество ОДЖИ. Они сейчас будут полномерно пытаться закончить. Дуза понимает, что нужно было кинг-бар. Но, конечно, очень много уже не хватает артефактов. Да и одной Дузы недостаточно. Да, вот мы видим... Мифрилл Хаммер. И там где-то я видел Огар Клаб, по-моему. Не буду утверждать. Ну, БКБ не позволит Брюмастеру поднимать в циклон, накидывать Дранкин Хейс. Это довольно важно. Потому что урона, кроме Медузы, здесь уже никто не дает. Опять лаги, судя по всему. А, крашнулось что-то у кого-то. Да, крашнулся... Факин Мед. Депс Себастьян. Никнейм Факин Мед. Гражданство Франция. Никнейм в паблике Кетч Сеп. Написанный по-русски. Кетч Сеп. Даже скорее по-украински. Должность тренер команды OG в настоящее время исполняет обязанности мидера слэш оффлейнера. Это из четырех на ваших экранах. Да, а это не он. Это другой чувак. Это ноутейл. Много ноутейлов. Ноутейлы преследовать тревышку. Начинать ее проломывать. Метаморфоз работает. Тир-3 вышка действительно падает очень быстро. Стоит также еще и вард от пугны. И сложно задевать. Очень сложно задевать. Практически невозможно. Последняя тычка. Пока есть инснейр. Но поднимает Медузу. Очень неплохо. Прямоспред пошел от Брюмастера. Просто тянут время. Просто тянут время. Им не нужно обраться. Им нужно ломать бараки. Да, все очень круто делают. Дуза нажимает мом. Но я опять поднимаю фьюл. Очень круто делает все. Брюмастер. Прямороль, заканчивается. Конечно, сейчас Тараблэйд. Тараблэйда. Еще и Прамил Рор закинули. Есть. Сноубол. Какой великолепный. Сейчас будет Сандар. Сандар с Медузой. Медуза нажимает, что он есть. Но тут же погибает. Да, вот сейчас было знатно. Брюмастер. Брюмастер все еще Ноутел. Может продолжать драться. Пробивает Кингер Ди. Но Кингер Ди просто сам догорает. В конце концов. Хотя Ноутел уже без БКБшки. Пытается Армс его пробить. Все. Но есть Сноубол. Ответный. С4 еще здесь дерется. Могут убить Вайпера. Вайпер пока что живет. Но это ненадолго. Работает все-таки ЧФН. И ЧФН сейчас мог развалить Ноутелло. Флай также мог бы умереть от Змейки. Но он поражал стики. Флай очень каленый. Пытается уйти. Есть, правда, спанч от Джеракс. И в итоге Флай живет. А вот Джеракс нет. Джеракс сделал себе тюрьму. Хотел красиво выбраться. Как он это умеет. Но, кстати, может еще и выживет. Нет, выживет. 15-й. Остаются в игре пока что бразильцы. Я не буду списывать их со счетов. Потому что Блокинг Бара на Дузе все еще нет. И он появится к следующей драке. Скорее всего, преимущества 15 тысяч это много. Но Дуза может, скажем так. Пока что проблемы в драках с исполнением у бразильской команды. У Джи делают все гораздо лучше. И Джеракс в форме. И С4 отлично отыгрывает. Да, вот этого не хватает. Там был момент, когда немножечко слили инициативу бразильцы. И как раз это был момент перед тем, как у Нотейла появилась БКБ. Если бы в тот момент бразильцы чуть-чуть поддавили, у Наги бы Метеор Хаммер появился до Блокинг Бара Террор Блейда. Могло быть все очень-очень интересно. Но тайминги есть тайминги. И как раз таки была пара отличных вылазок от ОДЖИ. ОДЖИ идут чекать Рошан. Рошан появится у нас, нам показывали, через минуту. Нотейл. Получает из глаз в лицо, но Дастер очень быстро умирает. Судар из глаз сильно не пробьет. Поставлял варды или что-то здесь делал. В общем, занимался какой-то разведкой без команды. А, какая ошибка. Эй, кстати, 40 на этих филд. Блокинг Бар. Блокинг Бар. Блокинг Бар в рюкзаке. Блокинг Бар вытащи. Забыл, на дно сумки положил. И достать не может, как в исследовании. Провели исследование, что 90% людей, которые носят с собой газовые баллончики, в случае критической опасности не могут их достать. Потому что либо забывают, либо они просто лежат на дне сумки. Медуза свой Блокинг Бар оставила на дне рюкзака. Армс. Ну, пытается хоть как-то его пробить. Да, Вайпер должен убивать. Вайпера вернули. Накричали, правда, на Травлэйд. Это Бэ хоть каким-то образом еще немного постоит. Но это ничего не меняет. Умирает Вайпер. Вайпер, мы нужны имбайбекаться. Пошел из глаз. Ваджерексу попадает. Джерексу умирает. Но нужно ломать строение. Падает. Потихонечку тир-3 ставится. Глимс от команды... Ой, Глимс, извиняюсь. Глиф, конечно, есть от команды Пэйн. Но Тэл отсюда пока отошел. Но есть он от Наги. Микбэшка. Ну, мочи, что уж там. Нет, он не смог. Он не смог, потому что его глимсанул Флай. Великолепная игра от капитана команды ОДЖИ. Да, убивает Вайпера. Вайпер без байбека. После байбека опять же еще и Медуза. Ну и ломают. Просто ломают бараки. Ломают последнюю, третью сторону игроки команды ОДЖИ на 28-й минуте. Все же Пэйн, такое ощущение, что после ВЭСГа очень сильно расслабились. Особенно HFM. Нет, я не буду их списывать со счетов. И в первой игре у них были зачатки неплохой игры. Да, пик. Тут, мне кажется, все-таки решил пик. Потому что против пика команды ОДЖИ, против Трэрблейда, Дрюмастером, против всей этой агрессии и Пугны у команды Пэйн ничего не было. То есть Пугна просто в мидгейме абсолютно была неуязвимой. Пугна был хорош. Супер много демажа наносил. Ну, конкретно по игре там было пару моментов, пару драг, где совсем уж Пэйны залили. Хотя так могли еще играть и играть и играть. Так, пошел Сандер. Да, еще FN. Ну, такой себе Сандер. Кстати, по-моему хочет что-то сделать. Ну, отхилился на полную. Так-то Сандер очень быстро откатывается у Трэрблейда. Хотя его подняли. Метеор Хаммер пошел, Стоунгейз пошел, Трэрблейд побежал. Потанцевал еще немного. Потанцевал в лесу, да. Помахал руками. Взвернулся. И сейчас будут убивать Дузо. Дузо. Бедная Дузо. Дузо погибает. Клэп сверху. Биг Дэй делает еще один фраг. ГГ пишут. Ну, в общем-то здесь уже все было понятно. 0% шанса на победу по графикам. Да. Убеждаемся в этом. Дота нам не врет. Пейнгейминг проигрывает первую игру. Но я бы не сказал, что OG прямо нашли себя действительно в полной мере. Потому что сначала было, ну, что-то там они изобретали. Особенно вот эта вот вилка, когда побежал Джеракс за Бестмастером. Но в целом драки на очень хорошем уровне. Вот все как OG умеют. Джеракс отлично отыграл. И Брюмастер от СФО полностью себя показал. Может быть, во второй игре будет прямо с самого начала. Хорошо, OG? Ну, Пейн тоже должен, на самом деле, сейчас взяться за голову. Понять, что это Бестов 3 противостояние. Если они проиграют вторую карту, то они уже точно ничего дальше сделать не смогут. Они проиграют всю серию. И нужно попытаться что-то напикать, наверное, более серьезное. Может быть, придумать какого-то Терраблейда. Ну и, как минимум, просто не отдавать Пугну. Я практически уверен, что Пугна действительно будет в бане у команды OG. От коллектива Пейн, она улетит в бан. В общем, посмотрим, как бразильцы все-таки нам покажут на немного других персонажей. Потому что я за ними смотрел огромное количество матчей. И это не их пик. Будем надеяться на вторую карту. Будем надеяться на камбэчную от них. Будем надеяться на их пик. Ну а первую карту для нас проанализирует студия аналитики. Ярослав, вам слово. Первую, как и вторую, как и все остальные. И до, и после. Спасибо за слово. Спасибо за отличное комментирование. Шедевральное. Лучшая студия Рухаб дает вам только лучший контент. И сейчас мои аналитики, что тут по левую руку от меня, проанализируют нам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.